Здравствуйте! Вы смотрите экономический календарь, подготовленный для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Первая половина недели запомнится следующими макроэкономическими событиями. Так, на Туманном Альбионе выходит индикатор объема промышленного производства за апрель. Аналитики прогнозируют, что показатель вырастет на 0,2% в месячном выражении, но снизится на 0,9% в годовом. По итогам марта объем промышленного производства в Великобритании сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидалось. Падение промпроизводства в годовом исчислении составило 2,6%, что также совпало с прогнозом рынка. Кроме того, стат. ведомства Франции опубликуют данные по индексу потребительских цен в мае. Согласно прогнозу, инфляция должна составить 0,2% по сравнению с предшествующим месяцем. Тогда в апреле потребительские цены выросли на 0,1%, после повышения на 0,8% в марте. Годовое изменение составило плюс 2,1%. Без учета табачных изделий, помесячные цены увеличились на 0,1% в апреле, а годовые – на 2%. Небольшая инфляция в апреле обусловлена ростом цен на услуги, в основном сезонного характера, и промышленные товары, и энергоносители. Также Соединенные Штаты Америки обнародуют статистику по розничной торговле за май. Эксперты рассчитывают, что объем продаж упадет на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Апрельское же значение индикатора стало выше на 0,1% в месячном исчислении, тогда как экономисты прогнозировали повышение объема розничных продаж на 0,2%. Относительно апреля 2011 года объем розничной торговли в США поднялся на 6,4%. В марте нынешнего года объем розничных продаж вырос на 0,7%. Это был экономический календарь, подготовленный компанией Инстафорекс. Всего вам хорошего!